Здравствуйте, мы за ВВД вас беспокоим, мы тут задержали беларуса Беларусская страна заявила, что так он сам приехал До сих пор неизвестно, каким образом Геннадий Мажейко был вывезен из страны Мы, наверное, месяцев пять переписывались с ФСБ На самом деле мы пришли к какой-то точке И это была очень интересная точка Он сказал, я уже не могу, я хочу домой Витаю, с вами Катярина И это правоаборанчий подкаст «Вясна прэйдзя» У яким мы распаведаем про беларусов и их досвид життя у репрессивной Беларуси Але часам беларуская улада намагается достать своих грамадзянов спад земли Эту бокс за мяжей И, на жаль, в выпадку, калі беларусы знаходятся у России Гэта часам спрацовывая Мы усечули к истории про высылку беларусов з России И таму, что там, на родзиме, их чакают суды Политично мытававанные суды, конечно Бо паслажні уня 2020-го частка беларусов з'ехала у Россию А частка у вогля там просто жила и ранее И сегодня мы распаведем про тое, як беларусов вось так вывозили з России Делі того, каб осудзіць у Беларуси Пагаварам про кейсы экстрадыции, выдварэння И нават выкрадання беларусов з России Беларусы, які пасля гэтага стали палитзняволянами у Беларуси Беларусам, затриманным таким чином у России Допомагае правооборонця з Москвы Роман Кисельоу Гэта его голос вы чулі на початку подкаста Йон кераунік правовых программ московской хельсинской группы Дареча, сам Роман вядзе свой уласный телеграм-канал Який называеца «Чай с ромашкой» Не блытайся с чаем с малиновым вареннем І вось за кубачком гарбатки ў кавярні я і паразмавляла з Романаму Ну і, канешне, першае пытання до Романа Як навошта і чаму Ён, з'являючыся російським правооборонцам Став да памагаць беларусам? Як Ён да гэтага прыйшоў? Я думаю, здесь есть два принципиальных элемента Первый, он такой персональный Второй, более профессиональный Персональный, потому что я сам был в августе и начале сентября В Беларуси, в Минске И как бы все своими глазами наблюдал И это не могло не вызывать какую-то эмоциональную реакцию И тут как бы подключается второй момент профессиональный А моя эмоциональная реакция на это Я должен что-то делать И, соответственно, а что я могу? Я правозащитник У меня есть определенное познание в том, как защищать людей И, собственно, я этим делом и занялся в Беларуси Я работал в волонтерском лагере у Акрестина И когда я еще был там, мы занимались поиском пропавших людей И у нас была сформирована довольно большая такая внушительная база Которая позволила нам потом выстраивать какое-то взаимодействие с беларускими правозащитниками Мы им передавали эту информацию Когда я вернулся в Россию, соответственно, через некоторое время Начали искать первые дела задержания беларусов И вот эта история какого-то предыдущего взаимодействия Собственная эмоциональная и профессиональная заинтересованность Повлияли на то, что в итоге мы решили создать самостоятельный проект По защите беларусов, который скрывается от политических преследований И у нас, как бы, помимо всего прочего, было еще, кроме этого взаимодействия Очень близкое взаимодействие с беларускими диаспорами В Москве и Санкт-Петербурге Которые, кстати, тоже в результате участия в этом проекте пострадали И некоторым активистам пришлось уехать из страны Вот так со студене 2021-го мы начали потиху раскручваться, каже Роман И на данный момент про с наши руки пройшло 19 справов по экстрадыции беларусов Зауважает права Бронса На первый взгляд, может, подастся, что лишь бы не совсем великие Але варты памятать, что просто сама процедура экстрадыции Гэта процесс неохотки от 6 месяца до года може займаць И, дарача, гэта уплывае на эмоцийную совесь Як отзначае Роман Когда ты столько времени работаешь с этими людьми Даже если ты их не видишь там каждый день Тем не менее, ты про них проводишь какую-то работу Ты начинаешь очень сильно эмоционально в это включаться И они становятся твоими, ну, таким подопечными в прямом смысле слова Ты их как будто знаешь, как будто твои вот уже прям друзья И вот эта вот эмоциональная связь И от нее очень тяжело как-то отказаться И в этом смысле, конечно, когда нам удается в итоге добиться позитивного результата То, конечно, мы безумно рады за этих людей Один из таких позитивных результатов Гэта, например, полное спынение процедуры экстрадыции У дачынение до Миколая Давидчика Але, здарайся, нажали адворотное Некоторых все ж таки экстрадують у Беларусь И зараз Роман распаведзе про такие истории Каб зрозуметь, чому не отрамалась А спынеть экстрадыцию И тут мы подкреснем, что по куль мы говорим только про экстрадыцию А есть еще и выдворение и выкрадание Про это все так само будет, или крышку позднее Так вот, мы узгадали, что экстрадыция процесс не худкий И тому гэта может повплывать на самого человека, на его психологичный стан У якости приклада Роман приводит кейс беларуса Михаила Зубкова Я нагадаю, кто гэта У 2020 годзе Михаила Зубков удельничал у маршах протесту у Гомелі А пасля з'ехал на працу у Москву Ранесы у московским метро Михаила спынили для просто проверки пашпорта И высветлилася, что Беларусь у вышуку Михаила затрымали, а потом 13 травня 2022 выслали у Беларусь И уже на родзиме Михаила Зубкова осудили до трох годов колонии А вось як про Михаила Зубкова узгадывай Роман Калі веўся ясча яго працэс экстрадыція Надо панимать, как устроен працэс экстрадыція Тебя задержуў здесь, в Рассиў Дальше ты пападаеш в СИЗО И в этом СИЗО ты находишся довольна долго Законно там, в зависимости от статей, по которым тебя обвиняют Но, в общем, в среднем, у нас люди могли находиться в СИЗО до года И ты просто ждёшь момента, когда в какой-то момент ты просто проиграешь И тебя всё равно увезут в Беларусь Это вот такое вот есть ощущение у людей То есть, когда у нас ещё были определённые механизмы защиты Но они же тоже не стопроцентные, да? И риск всегда есть И люди под неимоверным эмоциональным давлением из-за этого находятся И в какой-то момент некоторым из них может показаться то, что проще просто уже наконец сдаться Попыстрее уехать, отсидеть свой срок И просто наконец-то выйти уже из тюрьмы В случае Михаила была ровно такая история Ему очень тяжело переживался этот срок в российском СИЗО И когда суд постановил его экстрадировать То мы планировали подавать заявление о 39-е правило в ЕСПЧ На тот момент уже прошло порядка, наверное, 6 месяцев с момента его задержания А его могли держать до года И он отказался его подавать Он сказал, я уже не могу, я хочу домой И он уехал Ну а его альтернатива в данном случае была Даже если бы он получил 39-е Все равно еще полгода сидеть, ждать просто освобождение И учитывая то, что там потом началась война Я точно не помню, когда у него должно было быть освобождение Мне кажется, это до выхода России из Совета Европы Но так или иначе, человек понимал, что для него все может закончиться плохо И тут Роман узгадал некальки важных правооборончих механизмов Ну, например, если Беларуси могут в любом моменте экстрадовать Россию в Беларусь А там, в Беларуси, хвалт с боку силовиков и трапления в колонию за то, за что в демократичных странах не караются Ну и вот для подобных случаев и существует 39-е правило ЕСПЧ А еще одну причину, за чего правооборонцы не смогли допомогать Беларусу И он был экстрадованный, проиллюструя кейс Дмитра Подлобникова Сперца я напоминаю его перед историей В 2020 году Дмитрий Подлобников удельничал в акциях протеста в жлобине После он приехал в Москву на заробки и однажды его затримала полиция Потому что, получается, хлопца обвестили в вышок В Москве прошло несколько судов об экстрадации Дмитра в Беларуси И в результате его все же экстрадовали И уже в Беларуси 4 травня 2022 года его осудили до 3 года в колонии Да к чему не удалось и правооборонцам тут допомогчить Дмитрию и позбегнуть экстрадыции? Мы про него не знали вообще Нам же никто не звонит на телефон и говорит Здравствуйте, мы вот тут вот там ЗВД вас беспокоим Мы тут задержали белоруса В общем, приезжайте защищайте Такого, конечно, не происходит И поэтому нам нужно активно заниматься поиском информации о таких людях За счет как бы широких связей там в белорусских кругах, в белорусской диаспоре Вроде бы нам казалось, что все основные дела к нам в итоге и утекают Но казалось, нет Потому что есть просто люди, про которых никто особо не знает Которые не были какими-то известными людьми в активистской среде или еще что-то Без особого количества там большого друзей, да И у Дмитрия была только мама, которая вместе с ним не жила И, в общем, мы не знали о факте его задержания Он сидел в СИЗО, не имел реальной защиты У него был защитник по назначению Которая в итоге после принятия решения о его экстрадиции Не подала потом апелляцию То есть она пошла на первый суд В протоколе есть отметка о том, что Дмитрий выражает желание подавать апелляцию А потом она апелляцию не подала И поэтому, когда мы про него узнали Он уже две недели был споросроченной апелляцией То есть мы не могли пойти дальше И плюс ко всему мы еще сначала не очень были уверены, где он конкретно находится Нам его пришлось искать Мы его нашли в итоге Он был в подмосковном СИЗО Но что мы не смогли сделать Это мы не смогли от него получить подпись для доверенности в ЕСПЧ Поэтому мы туда заявление направляли от имени его мамы В момент, когда его уже начали вывозить Этап, он занимает какое-то время И поэтому его начали сначала там Увезли из Подмосковья Мы уже думаем, ну все, конец Но мы его ищем и находим в СИЗО в Москве Пытаемся туда прорваться Но туда нас тоже особо не хотели пускать Это потому что все выпало ровно на Новый год И 31 декабря мы получаем решение ЕСПЧ о временных мерах Мы надеемся, что мы его еще можем применить Пытаемся к нему получить доступ вплоть до 6 января Направляем письма в СИЗО, где он содержится Нам приходят отбивки, что письма переданы То есть мы абсолютно уверены, что он все еще там А потом нам говорят А нет, кстати, мы его увезли еще 31 декабря И вот в документах, которые Российская Федерация Потом направила в ЕСПЧ Так и указано Они говорят о том, что мы его уже днем увозили И он улетел каким-то рейсом Я не думаю, что они врут Видимо, просто накладка какая-то потом с цензурой в СИЗО вышла Но так или иначе это показывает про то, насколько важно Чтобы про эти дела было известно Потому что если про них не известно То у этих людей нет вообще никакого шанса Вы еще и мы узгадали 39 правила ЕСПЧ Яким корыстались российские правооборонцы У обороны беларусов от экстрадиции И Роман зауважает, что Россия часто намагалась Хитрыть у выполнения принятых мер в ЕСПЧ Ну, когда это было мягким Может, именно поэтому Алексея Кудина экстрадовали Я коротко напоминаю его историю Алексей Кудин – это беларуский баяц ММА Чемпион цвету по кикбоксингу и тайским боксе В Беларуси Алексея затрымливали 10 жюня 2020 года в Молодежно Потом его выпустили под хатный арыш Ты и хотели осудить, але Алексей приехал Беларусские силовики его обвестили в вышук И в вынику 21 студеня 2021 года Алексея затрымали в Москве Экстрадовали в Беларусь, и там уже на Радзиме Алексея судили Да, 2,5 года в колонии Ну, а вот, как российские правооборонцы намагались Допомогать Кудину избегнуть экстрадиции Это вопрос о том, как Россия хитрыть у выполнения мер в ЕСПЧ Значит, мы получаем временные меры В этот же день суд Временные меры мы получаем в 9 утра Мы их переводим на русский Суд начинается где-то в районе 12 часа Эти меры приносят туда Адвокат объясняет судьям и прокурору, что вообще произошло Все объяснили, что такое, показали И вроде бы все окей А после суда человек все равно увозит И в ответе потом Российская Федерация пишет То, что, ой, а вы знаете Мы вот получили только в 10 утра Потом это было отправлено в департамент перевода Там 2 часа 2 странички текста переводились на русский Потом мы их отправили в суд А там это еще шло И, в общем, не успели Например, так Или вот, например, как у нас, опять же, было с Дмитрием Подлобником Это, скажем так, более чистый для них кейс Потому что, в строгом смысле слова, действительно Там меры пришли, по-моему, в 10 вечера 31 декабря И тут я снимаю шляпу перед ЕСПЧ Потому что принимать меры в 10 вечера 31 декабря, это, конечно, красиво Но они были в курсе, что мы над этим Карпин Мы им писали уже на этот счет письма И они, в принципе, были в курсе, что есть такая вероятность Но решили тоже ничего не ждать А потом Россия в уголе вышла из Совета Европы Пауплывала на это в тем лику и распочатая Россией полномасштабная война, конечно Что это стало означать на практике для российских права баронцев и обороняемых ими белорусов? Мы лишились доступа к ЕСПЧ Хотя технически жалобы можно было еще направлять И временные меры по ним могли применяться Мы уже понимали, что Российская Федерация их не будет исполнять У нас был, например, человек в Калининграде, Иван Сауцин Который имел временные меры, его даже отпустили Он неделю прожил уже там на квартире с свободным человеком А через неделю к нему пришли и сказали, типа, родной Все, вышли из ЕСПЧ, добро пожаловать обратно Человека в итоге увезли И нам в ответе прокуратура так потом написала То, что в связи с выходом все это теперь не имеет никакого смысла Поэтому мы как бы решили человека увезти И вот где-то после этого мы поняли, что явно нам теперь придется пользоваться КПЧ Коротко, что такое КПЧ? Это комитет по правах человека ААН И гэты наднациональный орган, ажуцовляя контроли, маніторанных над державами-удельницами Международного пакта об грамадзянских и политических правах У параунанні с ЕСПЧ у КПЧ есть свои особливости И он, так бы мовить, ну, больше мягкий Кали ЕСПЧ это суд, то КПЧ часто называют квазисудебным органом И вот на гэты момент выхода России из Совета Европы И препадая довольно вядомая история Яны Пинчук Нагадаю, беларуска Яна Пинчук жила у Санкт-Петербургу По данных беларуского следствия, яна с вересня 2020-го адміністровала три протестные телеграм-каналы Тому я ее и затримали у России 1 листопана 2021 года А 9 днём 2022-го девчину экстрадовали из России в Беларусь На дадзіный момент Яна поколі ще не осуджена Мы знали, что у нас будут гигантские сложности Там общественного давления для того, чтобы ее оставить Но и это все не сработало Генеральная прокуратура считает, что временная мера комитета по правам человека является необязательными А всем остальным до этого не было дела То есть мы уведомили всех Подняли СМИ на уши, уполномоченные, неуполномоченные Ну вот что только было возможно сделать Мы все сделали Но этого было недостаточно У вас есть телеграм-канал «Чай с ромашкой», а есть телеграм-канал «Московской хелестинской группы» И там 19 июля появилось сообщение Если вы живете в Санкт-Петербурге, приходите поддержать Яну Через пару дней состоится апелляция на решение об экстрадиции Пришли люди поддержать Да, на самом деле, мне кажется, дело Яны было самое такое яркое Среди всех, в которых мы участвовали Возможно, это в первую очередь связано с тем, что это действительно была первая девушка Которая проходила А во-вторых, ну она же действительно девушка-одуванчик Она никому ничего плохого не сделала И она жила в России Она вообще в Беларуси не была во время протеста Ну то есть у нее дело максимально очевидное Если мы там возьмем какие-то другие дела Ну того же Алексея Кудина То как бы там для типичного обывателя Вот это вот сложно Типа, ой, ну ударил он его, не ударил А что там вообще как бы ментов трогать нехорошо Да, что-то в этом роде А тут как бы какой-то телеграм-канал Кто-то там что-то администрировал Какие-то посты, какие непонятные В общем, ну какая-то полнейшая чушь И в этом смысле публику намного проще убедить В необходимости как-то участвовать Ну и плюс, как бы, опять же, диаспора Всегда проявляла интерес к этим делам Ну и у нас на другие процессы Тоже периодически приходили люди Ну а, конечно, на Яну приходило больше всего Мы поговорили про экстрадицию Як механизм, про сяки беларусов вывозят на родимую Капотом осудить А есть еще один способ Выдварение Так, бывают такие истории Кали беларусы расшукываются Беларусью Их знаходят у России Але чомусь ци удочинение до их применяется Не экстрадиция, а выдварение А гэта наш матбольш худкая процедура Так было с Виталем Гозовым и Дмитрием Сушчиком Або двох расшукывали за образу Лукашенки Они тоже выехали в Россию Потом пытались проехать в Украину Там их задерживали И переговорили к выдварению И хотя они заявили в ходе судов о том Мы в розыске Мы не можем туда возвращаться Всем было плевать Никакие экстрадиционные процедуры не применялись Применялось выдварение И людей контролируемым образом Передавали сотрудникам КГБ Беларуси на границе И люди оказывались в тюрьме Виталя Гузова осудили на 2,5 годы колонии От Дмитрия Сушчика на 1,5 года колонии А есть еще одна особливость Это когда люди проходят по экстрадиционной процедуре В экстрадиции отказываются А потом к ним тоже все равно применяется выдварение И их увозят в Беларусь И 15 травня 2022 года затримали у Сочи Спочатку начали удочинение до его экстрадиции Потом ее спиняли И в вынику выдварили у Беларусь И уже там Юрия осудили на 1 год химии Сумная история Али часам людям нават при выдварении и шансуя Як? Тут треба разломачить, что при выдварении Человека сопроводжают российские силовики А уже в Беларуси его сустракают силовики белорусские И была такая история Человека везли Говорили, ну все, попал родной А его потом никто не встречает Он так аккуратненько убегает Этот человек уже в безопасности Но его просто везли на самолете То есть если на машине Это вот, ну как бы, скорее всего Тебя точно А вот, видимо, на самолетах Могут быть какие-то сложности Ну и в общем Была история, когда человека никто не встретил Хотя ему говорили то, что как бы Ты не обольщайся Как бы тебя уже встречают товарищи Вот, и он выходит как бы из гейта Никого не видит Спокойно выходит из аэропорта Ну он, конечно, потом ныкается Да, как бы не палится Ну а потом аккуратненько эвакуируется А кроме всего этого Есть еще один, так бы, мовить Механизм Трапление белорусов на родину Для дальнейшего их осуждения И это выкрадание И у адрозни от экстрадыций И выдварения Яке такси инакш прописаны законом Ну просто сам закон Можа уживаться адвольно То выкрадание Гэта увогаля Ну не юридычная Скажем так Прецедура Самый вядомый тут приклад Гэта Александр Фядута И Юрий Зянкович Або двух 12 крысовика 2021 года Выкрали у Москве Их обоих Увезли в Беларусь одним днем У нас сразу же возник вопрос А как такое возможно Ну экстрадиции за один день Не может пройти Это невозможно Соответственно Что-то произошло И мы долго пытались выяснить Что произошло Мы, наверное, месяцев пять Переписывались с ФСБ И на самом деле Мы пришли к какой-то точке В этом разговоре И это была очень интересная точка Потому что нам сообщили Основания, на которых их вывезли Эти основания Предусмотрены неким договором Соглашением Между Министерством безопасности Российской Федерации Это предшественник ФСБ И Комитетом государственной безопасности Республики Беларусь 92-го года В открытом доступе Такого документа нигде нет И когда мы попросили его предоставить Нам сказали, что этот документ секретный В нем содержится гостайна Поэтому мы его предоставить не можем То есть, во-первых, мы выяснили, что существует Какой-то тайный договор Который, видимо, создает дублирующий режим Отличный от основной экстрадиции И как бы Тут мы были уже немножко в шоке Потому что, ну, получается Есть неправовой режим вывоза людей из страны Что страшно Уже на родзиме Федуту осудили До 10-ти годов колонии Азенковича до 11-ти Але еще раз Учим особливость минавито этой ситуации Потому что одно дело, когда тебе говорят Да, он сам туда приехал А другое дело, когда тебе официально говорят Мне тут была спецоперация Мы его задержали Сами отвезли И как бы Хорошо, вы все сами подтвердили А теперь объяснились Какими нормами закона Это предусмотрено, да? Вот И выяснилось вот то, что Вот есть какой-то особый режим И как против него бороться Вообще абсолютно неясно Но потом последовали другие истории И вот одна из таких историй Это Геннадь Мажейко Журналист Комсомольской правды У Беларуси Там вышел артыкул Про Андрея Зельцера Забитого КДБшниками 29 вересня 2021 года Не узабавя Сам Геннадь Мажейко Вырышил выехать С Беларуси Прас Россию И первого костричника Геннадзе затремали У аэропорта Москвы А потом магическим образом На следующий день Он обнаружился уже в Минске И вот тут вот как раз таки Как бы когда начались вопросы А как это произошло Белорусская сторона заявила То, что Так он сам приехал Его просто не пропустили Он был нежелательным На территории Российской Федерации Его не выпустили И типа у него не было выбора Он поехал в аэропорт в Минск Где его задержали Но эта версия абсолютно не имеет смысла Потому что нежелательность Пребывания на территории России Не исключает возможность Выезда в третью страну Те не могут оказать В посадке самолет Из-за этого Это раз Во-вторых У нас не было сведений О том, что он является Нежелательным На территории Российской Федерации У нас правда Могут нежелательными признать Целых 9 различных органов Но зачастую Если это нежелательный Ты можешь это узнать В базе МВД Вот Там в этой базе Его не было В общем Мы значит Потребовали возбудить Уголовное дело Мы направляли заявление В Генеральную прокуратуру Чтобы они проводили Расследование По этому вопросу То есть мы указывали на то Что есть экстрадиционная процедура Она не применялась А как так Пожалуйста Объясните нам И вообще Тут есть признаки преступления Предусмотрены Уголовным кодексом Вот И мы указывали На все несостыковки На удивление Сначала все пошло Очень быстро Там дело Спустилось на ступеньку ниже И прокурор Там Какой-то Московской межрегиональной Транспортной прокуратуры Расписал Значит Там Прокурором ниже Провести проверку Там Десять дней на проверку Доложить о результатах Я прям Когда прочитал Я Вау Вот это что-то пошло Наконец-то Ну а потом Короче Все превратилось В дикое болото У нас до сих пор Результатов Никакой проверки нет У нас там уже Двадцать тысячных писем Путешествуют По различным инстанциям Результаты Просто абсолютно ноль Прокурор Явно забыл Про свое поручение И Его не особо Волнуют результаты Мы им указываем На то что Знаете Ваше поручение Не исполнено А Ну Спросите Вот у того Кому поручалось Как бы И До сих пор Неизвестно Каким образом Геннадий Мажейко Был Вывезен из страны Первого снежного 2022 года Над Геннадьем Мажейко Распачался У Беларуси суд Его обвинувачивает У распаливании Социальной ворожасти У дочинения До силовиков На момент Створениях Этого подкаста Пакуль не вядома Як Мажейко Осудили Але Что си мне Подказывает Что Позитивного Вынику Тут Не будет Подобная история У Александра Капшуля Йон Былый юрисконсульт Заводу Полемир У Новополоцку Там был Незалежный Профсоюз Рабочий рух И Кали Пачались Затрымания Его Удельников Капшуль Поехал У Москву Каб Аттуль Рушить На Варшаву Але Просто По дарозе У цехнику Воронеж Москва У Александра Проверали Документы Супрацовники ФСБ Йон Зразумел Что По приезде У российскую столицу Его затрымают И на ходу Выскочил С цехника При этом Зламал ногу И вывихнул руку Але Змог добраться До мяжи З Украиной Российско-украинскую Мяжу Капшуль Вырошил Прайсті Легально Но на границе На КПП Тройбортный Окажется Его задержали Адвоката Выгнали Ну Дальше не было Неизвестно Что произошло И на следующий день СИЗО Минск КГБ Никаких следов Того Что было применено Выдворение Тоже нет Возник вопрос Окей А как Как тогда человек Там оказывался И То есть Мы с сентября 21 года Ведем переписку С различными ведомствами И впервые Включили Первый содержательный ответ Проведена Докременно Проверка И это просто Потрясающе Значит Они Очень тщательно Все проверили Значит Во сколько он приехал Кто его там Значит Принимал Оказалось Что у него Какие-то там Были неподходящие документы На него оформили Административку Дали штраф Но не выдворение Дальше Они говорят Ну Его выпроводили Типа с участка Адвоката выпроводили Потому что у него Ордера не было Еще до этого Поэтому они Не смогли Якобы Позвольте ему присутствовать Вот А Типа утром Александра вывели С КПП Сейчас угадай И он начал ругаться матом? Нет Вот Я сначала Я вот когда Вот ожидал ответа Я думал Что-то такое вот будет Да Но нет Он матом Ругаться не начал Он сказал Что ему плохо Поэтому он попросил Вызвать ему Корето скорой помощи Корето скорой помощи Приехала Его забрала И на этом Результат проверки Заканчивается И то есть Я сижу и такой Думаю Подождите Я может страничку потерял Что было дальше И на этом Прокуратура считает Ну там Это военная прокуратура Проводила расследование Она считает То что как бы Ее задача вся выполнена Как бы что Было административное Пробношение Было Как бы все сотрудники Выполнили правильно Нарушений нет А что с ним дальше Произошло Ну бог его знает Ну уехал На карете Скорой помощи В закат И подумаешь Там потом оказался В Беларуси Ну бывает Но мы сейчас будем Пытаться их додавливать Но если честно Конечно Ты вот когда Вот так вот Год там Занимаешься Извините меня Бумажной мастурбацией То как бы Ты уже Начинаешь Немножко чувствовать Себя каким-то сумасшедшим Как мы узгадывали У московской Хельсинской группы Дзе працюй Роман Назбиралася 19 кейсов Об экстрадиции Беларусого З их 8 человек Усёж У Беларусь Отправили Адзин Пакуль на чаканне И гэта Только экстрадиция А ёсці Выдварэнне И Выкраданне Я попросила У Романа На завершэнні Нашей размовы Дать парады Беларусам Яке Могуть Сутыкнуцца С такой Ситуаціей Ну а ці У воглі Беларусам Яке Жывуть У Расії Головное З таких парад Канешне Звертацца Калішто У Московскую Хельсинскую Групу И Даючи Своя парады Роман Так само Успамінає Ще одну Цікавую Гісторію Про депортацию Ну Послухаємо Да Конечно К нам Нужно Обращаться Единственное У нас Намного Меньше Стало Инструментов Кроме Того Мне кажется Серьезно Взрастает Правой Нигилизм И Правые Механизмы Всем В общем Им передается Намного Меньше Значение Чем Это Было Раньше Когда Я тут Сейчас Людям Рассказываю Про то Да Нет Вот Давайте Конституционный Суд Надо И Надо Мно Иногда Просто Смеюсь Какой Конституционный Суд Тут Людей Убивает И В этом Как бы Есть Доля Истины С точки Зрения Восприятия Ситуации И рисков Да Но Тем не менее Как бы Пока что Еще Что-то Есть И Вот Мы Будем Пытаться Этим Что-то Пользоваться Но Тем не менее У нас Есть Позитивные Примеры Когда Защищать Удается Но В первую Очередь Вы Вя Собственной Защите Должны Подумать Во-первых Иметь Людей Которые Будут Вас Периодически Проверять Вы Вообще Как бы На свободе Или На свободе Потому что Если Таких Людей Не будет Высока Доля Вероятности То Что Вас Задержите Никто Никто Никогда Не Узнает А Потом Вас Увезут Вот То есть Это Первая Вещь Которую Вы Должны Позаботиться Вторая Вещь Это Желательно Имейте Как бы Наши Контакты Чтобы В случае Если Что-то Будет Происходить Вы Нам Тоже Скинули Как бы Свою Весточку Это Либо Нам Либо Комитет Гражданское Содействие В-третьих Я Вообще Как бы Рекомендовал Не ехать В Россию Если Вы Здесь Находите То Я Понимаю То Что Есть Люди Которые В России Могут Жить Очень Долго Это Особенность Союзного Государства С одной Страны Это Такое Классное Привилегие То Что Мы Можем Находиться В странах Друг Друг Без Особых Сложностей Без Вис В равноправном Положении В смысле Поиска Работы И так Далее И это Создает Стимул К Укоренению Но В нынешней Ситуации Это Создает И риски Потому Что Вы Становитесь Очень Завязаны На стране В которой Вы Находитесь При этом Не являясь Здесь Гражданином А это Значит То Что На вас Можно Воздействовать Дополнительными Метами Тут Есть Экстрадиции Тут Есть И Выдворения И все Остальное И ладно Там Вас Еще Не Экстрадируют И не Выдворят Так Вот Есть Еще Депортация Депортация Это Когда Допустим Тебя Признают Нежелательным Для пребывания В Российской Федерации И Потом Говорят Покиньте Страну В течение Следующих Пяти Дней Вот Была Такая Девушка 19 лет Всю жизнь В России Прожила Ну Просто С белорусским Паспортом Сходила Один раз На митинг Получила Запрет На въезд На 60 лет На 60 лет Да Ей 19 А на 60 Следующие лет Она получила Запрет На въезд В Россию И сказали Пожалуйста Ближешь Пять дней Уедьте Из России Но Как бы Для человека Жизнь В России Закончилась Навсегда И К чему Я Веду этот риск И делать то Что вы делаете Либо уехать Из страны И Выстраивать жизнь Пока что Где-то еще В другом месте Либо Сидеть потише Но Я как бы Я не люблю Делать такие рекомендации Людям Типа Сидеть потише Потому что Мне кажется Политическое участие На это очень важно Но я просто Говорю про то Что нужно Очень ответственно Подходить К своему выбору И не относиться К нему Просто Ну Я просто Вот Пишу Тут в социальных сетях Ну За мной же никто не придет Могут прийти Могут прийти Это нужно иметь в виду И Нужно иметь сценарии И в общем Иметь какой-то анализ Того Что вам сейчас важнее И как вы будете поступать В случае Если что-то пойдет не так Мы размовляли С Романом Киселевым У одной из кавернёв Не у России После этого Роман плановал И так и зробил Вернуться у Россию Не глядячи на Уселякие погрозы Мобилизации Тому что Роман Адзначает Что Заявляючись Се правооборонцам И обороняючу Иншых людей И он и себе У выпадку Чего Зможе оборонить Правовыми сродками А у описания подкаста Я покину контакты Московской Хельсинской группы И так сама Спасылку на Патреон Дзе вы сможете Подтримать Наш подкаст Весна Придзе А так сама И правооборончий Центр Весна И на гэтом Я с вами Развитваюся Будьте пильными Особливо Коли живете У России Ну и у Беларуси Конечно Так сама Бывайте Мой гражданин До встречи Плечи Мой сон везет На санках Нас домой Сон гражданин Нас нету Нету Нас не было Я один И все забыл И все забыл Сон гражданин Сон гражданин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин